Задача Определить точки встречи отрезка прямой с гранной поверхностью В данном случае наша гранная поверхность это пирамида Как это можно сделать? Вы видите, у нас есть фронтальная проекция пирамиды, есть горизонтальная проекция И проекция отрезка АВ, которая в каком-то месте пересекает поверхность, входит в пирамиду и выходит Вот наша задача определить вот эти точки входа и выхода Давайте заключим фронтальную проекцию отрезка АВ в плоскость, плоскость фронтально проецирующую Вот эта плоскость будет здесь Покажем эту плоскость И подпишем Эта плоскость будет у нас Q Эта плоскость будет у нас Q Хочет Это будет у нас Q Проекция 2 Плоскость сделали Теперь давайте подумаем Эта плоскость будет пересекать пирамиду И точки пересечения плоскости с ребрами пирамиды мы можем с вами сразу отметить Эти точки будут Здесь Делаем их черными Первая точка Здесь Дальше Второе ребро Здесь Третье Здесь Четвертое Здесь И пятое ребро Вот в этом месте Пятое ребро Вот оно у нас находится сзади Теперь посмотрите Где эти точки будут располагаться на горизонтальной плоскости проекции Вот эти точки 1, 2, 3, 4 Без проблем они будут находиться на ребрах Давайте их построим Построим И подпишем Значит Первая точка Здесь На этом ребре Дальше Точка Вторая На втором ребре Соответственно Дальше Вот эта точка Будет у нас На этом ребре И Вот эта точка Будет у нас Вот здесь На этом ребре Так Поправим Отрезки Эти линии Так Чтобы они Стояли Как Должны быть При построении Так Так И внизу Тоже Так Подпишем Сразу эти точки Значит Вот эта Первая точка Это будет Точка 1 Проекция 2 Это Точка 2 Проекция 3 Точка Здесь Будет у нас Точка 1 Проекция 1 Точка 2 Проекция 1 Потом Точка 4 Проекция 1 И Точка 5 Проекция 1 Ну и Где-то Здесь Будет у нас Точка 3 Проекция 1 Поправим Вот это Будет у нас 2 Проекция 2 Все Готово Значит Если бы Мы знали Положение Точки 3 То проблемы Не было Соединили Полученные Точки И получили Мы Само Сечение Которое Образовано Вот этой Фронтально Проецирующей Плоскостью А так Как у нас Прямая Лежит В плоскости То Там Где бы Прямая Доходила До сечения Был бы Вход Там Где бы Выходило Сечение Был бы Выход Остается Точка 3 2 Как Ее Построить Представим Себе Что мы Рассечем Пирамиду Плоскостью Горизонтально Проецирующей В этом Случае На Ребре Здесь Будет У нас Точка И построим Вот это Сечение Что получилось Здесь Точка 3 Должна Будет Принадлежать Этому Сечению Для Этой Цели Полученную Точку Спроецируем На Ребро И Точка У нас Получится Вот здесь В этом Месте Теперь Проведем Построим То что Получалось Был у нас У нас Должен Получиться Пятиугольник Подобный Да Я смотрю Угол И Точно Так Также Проведу Вот Отсюда Под тем Же Углом Ну Одну Сторону Подобного Треугольника Мне Нет Необходимости Все Сечение Строить Мне Интересует Только Единственное Вот Эта Точка Вот Эта Точка И Будет Эта Точка 3 1 3 1 Вот Мы ее И построили Теперь Осталось Нам Сделать Следующее Что Соединить Точки 1 2 4 5 3 И Получить То что У нас Будет В сечении То есть Сечение Само В которое Будет Входить И выходить Наша Прямая Значит Соединяем Так Точка Нас Интересует 5 Вот Это Потом 3 И Точка Вот Это Все Сечение Готово Теперь Смотрим Где Входит И Выходит Ну Давайте Чтобы Было Красиво И Понятно Давайте Это Мы Заштрихуем Заштрихуем То Что Получилось У нас В сечении То есть Видите Вот Это Вот Сечение Получилось Сечение Фронтально Проецирующее Плоскостью Q Проходящий Через Через Ну Не проходящий А содержащий В себе Прямую А Б Ну И теперь Где же У нас Получилось То Что То Что Где Входит И выходит Наши Отрезок Прямой Смотрите Прямая Подходит Вот сюда До этой Границы Здесь Она Вошла И Здесь Вышла Поэтому Вот здесь Мы Эту Прямую Разорвем И Внутренний Вот этот Участок Мы Изобразим Пунктирной Линии Вот это Будет Пунктирная Линия Ну Поменяем Этой Пунктирной Линии Масштаб 0 Поставим 5 Для того Чтобы был Виден Пунктир Вот Все Получилась Наша Пунктирная Линия Задача Которую Мы Ставили Перед Собой Решена Мы Имеем Отрезок Прямой Который Входит Вот в этом Месте И Выходит Да Выходит Ну Единственное Что нам Осталось Делать Это Эти Точки Еще Отметить Отметить На Плоскости Фронтальной Значит Вот она Одна Точка И Вторая Теперь Мы Делаем Линии Связи Проводим Их Проводим Вертикально Вверх То есть Он Видите Так не хочет Проводиться Тогда мы Воспользуемся Привязкой Вот так Проведем Ее Вот она Ну Она Практически Совпадает С этой Линией Которая У нас Есть Немножко Отличается Да Видите В другом Месте Вот так Параллельно Идет И Это Будет У нас Вот так Да Точно Раз Линия И еще Одну Линию Связи Проведем Из этой Точки Из этой Точки Это Будет Вот так У нас И Точка Входа Будет Находиться Вот Здесь Ну Точно Так же Разорвем Этот Участок То есть Мы Должны Его Разорвать Вот Он В этом Месте Ну Я Здесь Разорву А потом Подвину Так Вот Именно До Синенького Центра Вот Там Будет Находиться Вот Так И На Оставшийся Кусочек Зачерчу У нас Мунтирную Прямую Вот Теперь Задача Решена Полностью Решена